Здравствуйте! В эфире национальная телерадио компания Чувашия, программа по существу и я ее ведущий Родион Архипов. Сегодня мы поговорим о ходе реализации в столице Чувашия программы по переселению из аварийного жилого фонда. Гость программы Денис Вячеславович Майоров, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксара. Здравствуйте! Итак, перейдем к первому вопросу. Какой этап программы по переселению из аварийного жилищного фонда на сегодняшний день? На сегодняшний день реализуется третий этап программы расселения аварийного жилищного фонда, который включает в себя переселение 390-й квартиры, находящейся в 54 домах, общая площадь которых на сегодняшний день составляет порядка 14 тысяч квадратных метров. Сколько человек необходимо переселить и сколько квадратных метров жилья построить? Перед нами стоит задача переселить 1226 граждан, для переселения которых на сегодняшний день нам необходимо построить порядка 16 600 квадратных метров жилья. Как выполняется программа и где сейчас строится жилье? На сегодняшний день построено и передано на переселение 49 квартир. Помимо прочего, нами ведется завершение строительства жилого дома по Игрескому бульвару, где предполагается предоставление дополнительных 77 квартир. Ну и помимо прочего, ведется строительство трех жилых домов в микрорайоне Соляное, где дополнительно будет предоставлено 265 квартир. Также в рамках реализации программы уже приведен снос одного аварийного, но квартирного жилого дома из 54 необходимых. На еженедельном совещании с правительством глава Чуваши отметил, что в Чебоксарах идет отставание в ходе реализации программы. Где и какие это объекты? Третий этап программы переселения аварийного жилищного фонда реализуется до 31 декабря 2016 года. При этом по всем заключенным муниципальным контрактам по строительству жилья завершение строительных работ предполагается до конца текущего года. Перед нами существует ряд проблем, которые в настоящее время разрешаются. К таковым можно отнести несоразмерность площадей, жилья, которое мы строим. К примеру, невозможно сегодня построить двухкомнатную квартиру площадью 27-28 квадратных метров. И городом ведется работа по строительству подобных квартир площадью не менее 43-44 квадратных метров. Кроме того, фондом содействия реформирования ЖКХ для Чувашской республики в Приволжском федеральном округе установлена одна из самых низких цен стоимости квадратного метра жилья, которая составляет 29 185 рублей. При том, что рыночная стоимость жилья в городе составляет порядка 44-45 тысяч за квадратный метр жилья. Действительно, имелось отставание строительства жилья по трем позициям. Это позиция 1, 2 и 8 в микрорайоне Соляное. Но глава администрации города Чебоксары Ладоков Алексей Олегович взял на личный контроль данную ситуацию. Ежедневно проводится проверка хода строительства жилья, о чем непосредственно докладывается Ладоков Алексей Олегович. А какие строительные фирмы отставят? Подрядчиками по строительству данных позиций являются строительная компания «Строисфера», компания «Алза» и «Союз Строинвест». Какие меры взыскания будут применяться к тем, кто срывает сроки строительства? Генеральные подрядчики несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов, которые с ними мы заключили. Меры будут предусмотрены федеральным законом 44 ФСЗ, в том числе штрафы, пенни за несвоевременное либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по муниципальным контрактам. Денис Вячеславович, большое спасибо вам за беседу. А я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары Денис Вячеславович Майоров. А темой нашего диалога была реализация в столице Чувашии программы по переселению из аварийного жилищного фонда. До новых встреч в эфире национальной телерадио компании «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова